Переписываются ли книги, священные писания для намеренного введения в заблуждение? Ну, знаете, я сейчас это вижу не как намеренное введение в заблуждение. Переписывается вообще вся история. Это не чтобы в заблуждение, а переписывается она, что не в заблуждение именно ввести. Смотрите, чтобы ввести в заблуждение, это очень близко стоит, но немножко не так. То есть это не введение в заблуждение, а именно переписание истории. То есть когда введение в заблуждение, ты знаешь намеренно, что это не так, и хочешь человеку сказать, как будто бы он думал, что это вот так. А тут получается, что переписываются эти книги, думая, что раскрывается человечеству. Вот это и это с позиции мировосприятия того, которое есть сейчас. То есть переписываются, не думая о том, что кого-то введут в заблуждение. Как бы типа мы раскрываем для вас вот это. И поэтому, когда читаешь вот эти вот священные писания, описания, которые старые, иногда бывает непонимание, непринятие того, невосприятие того, что вообще было прописано. То есть это тот же момент, как, например, взять Библию, когда что-то там Адамова яблоко, что яблоко — это яблоко раздора, и всё в таком роде. Но изначально это было не так. Изначально это вообще был смысл на основании другого видения. То есть изначально человек, ну давайте так назовём человек, возьмём того же Адама и Евы. Изначально они видели этот мир не видением мира, а они были этим миром. И в определённый момент, когда они были этим миром, это как раз о том, что вот это тут просветление, когда они были вот этим миром, получается, что ты не можешь чувствовать, как сторонний человек, потому что ты и есть это чувствование, ты не можешь видеть, как сторонний человек, потому что ты и есть это видение. Ты не можешь что-то создать, потому что ты и есть это создание, создавание. И в определённый момент просто сказать, а теперь ты будешь это всё видеть с крохотной позиции, не с позиции «всего я есть», а с крохотной позиции через глазные яблоки. А переформатировалось это, как яблоко съела, и вот там грех вселенский. А ей просто дали, что она начала видеть, не быть этим видением, а видеть. То есть её отделили как частицу от мира, что сейчас и происходит в мире. То есть человек понимает, что он есть частицей этого мира, но соединиться с миром не может. Он всё равно себя ощущает как что-то близкое, родное, но не этим миром. Субтитры создавал DimaTorzok